Осторожно, гололед! Вместе с холодами в Казахстан пришел травмоопасный период. Только за последние два дня количество пациентов в отделениях травматологии выросло почти в два раза. Как уберечься от ушибов и что нужно знать, выходя на улицу в такую погоду, расскажет Оскар Мендебаев. Нурзада Каримова привыкает к больничной обстановке травматологического отделения. Пожилая женщина спешила по делам и не рассчитала силы. Теперь она твердо уверена, что спешить в такую погоду нельзя и советует всем казахстанцам. Очень-очень нам медленно передвигали ногами и смотрели вперед, потому что у нас сейчас гололед, сверху снег, и мы этого не видим. В стране наступил травмоопасный период. Количество пациентов в отделениях выросло в два раза. Всему виной погода. Не только гололед может стать причиной падения, но и мокрый снег с дождем. Людей, особенно пожилых, эти факторы сбивают с толку. Врачи советуют быть внимательнее и избегать вечерних прогулок. Категорически не советуем ходить в слабо освещенных местах. Если же травма все-таки случилась, до приезда врача зафиксировать конечность в одном положении. Доктора просят ни в коем случае не заниматься самолечением, иначе хирургического вмешательства не избежать. Часто люди пытаются сами вправить или вытянуть место ушиба. Быть на чеку придется всем. На большей части территории республики ожидается снег. В южных регионах небольшое потепление сменится похолоданием, которое спровоцирует гололед. В эти дни подскользнуться и упасть очень легко. Для того, чтобы не оказаться на больничной койке, специалисты советуют одевать обувь с рельефной подошвой, идти мелкими шагами и ни в коем случае не отвлекаться на посторонние предметы, особенно на сотовый телефон.